Начнем. Вначале я хочу поделиться с вами одной вещью. В нашей группе прославления есть четыре замечательных лидера, и каждую неделю мы собираемся вместе для того, чтобы обсуждать планы прославления, для того, чтобы ставить определенные цели, для того, чтобы говорить о нашем видении. И с нами занимается профессиональный коучер, то есть преподаватель, тренер. Он тренирует нас. На этих тренировках мы иногда злимся, ну я в частности, потому что со мной три сестры. Вот я один, и учитель наш тоже сестра. Вот. Я отдуваюсь за всех братьев там. И однажды она нам дала такое задание. Она сказала, ребята, вот вы команда прославления, и вам нужно какое-то видение для того, чтобы вам куда-то идти. Правильно? Вы согласны со мной? Для того, чтобы куда-то прийти, нужно это видеть внутри. Нужно понимать, куда ты идешь. И мы посидели, подумали, и выдали видение. И затем она дала нам второе задание. Она сказала тремя разными способами. Попытайтесь объяснить это видение, чтобы было понятно и ребенку. Вот. И я на пути исполнения этого задания, я через проповедь пытаюсь это, попытаюсь это видение объяснить вам. Вот сейчас я его прочитаю. Точнее, оно будет вот там. Я прочту его. Вот. Вам все там будет непонятно. Ну, может быть, будет понятно кому-то, а может быть, кому-то, а кому-то, может быть, и нет. Вот. И в конце служения я постараюсь объяснить, что мы имели в виду и куда мы хотим прийти все вместе. Можно? Можно, да? Мы армия поклонников. Дальше. Поющая новую песнь. Дальше. Ну, как вам? Давайте еще раз прочитаем. Давайте с самого начала. Армия поклонников. Поющая новую песнь. Помогающая людям переживать Божье присутствие. Приводящая славу Божью с небес на землю. Ну, вот так мы замахнулись как бы сразу. И я сегодня попытаюсь вам это виднее объяснить. Но это в конце. Сейчас держим это в уме. Можно закрыть. Начну я с азбучных истин. Тема у нас прославления и поклонения. Начнем с азбуки с вами. Давайте возьмем наши буквари. Откроем на букве П уже. На слове поклонения. И первое утверждение, которое я хочу сегодня сделать, и которое мы с вами сегодня обсудим. Номер один. Бог создал нас для поклонения. Все знают об этом, да? Кто был на библейском колледже, на библейском школе, вы все это прекрасно знаете. Блаженный Августин об этом так сказал. Августин Аврелий. Бог создал, Бог нас создал для себя, и наше сердце будет неспокойным, пока не успокоится в тебе. Блес Паскаль, философ и ученый, об этом сказал следующим образом. Только Бог может заполнить вакуум в сердце каждого человека. Ничто из сотворенного человеком этот вакуум заполнить не может. Только Бог, которого мы познаем через Иисуса Христа, заполняет эту пустоту. Сказал Блес Паскаль. В одном исповедании веры написано, наконец, главное для человека – любить Бога и наслаждаться им вечно. Вот наша вечная цель и предназначение – любить Бога и наслаждаться им вечно. Это же просто, так ведь? Просто или нет? Скажите мне, отреагируйте как-нибудь. Аминь. Я, когда Карл Густав проповедовал, вы так бурно реагировали. Главное для человека – любить Бога и наслаждаться им вечно. Следующий вопрос. Вы мне законный вопрос зададите. А где это в Писании? Где это в Священном Писании? Давайте откроем Исаия, 43 главу, 31 стих. Где сказано, что Бог, я сотворил этот народ для себя. Там прямая речь. Я сотворил этот народ для себя. Мы уже переходим к следующему местописанию. Дальше. Марка, 12, 30. Там сказаны следующие слова. Когда книжник подошел к Иисусу, книжники и фарисеи искушали Иисуса, он подошел и задал ему вопрос. Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Что имел в виду книжник? Книжник был очень продуманный и умный человек. Они знали Тору наизусть. Скажите, наизусть. Кто из вас знает Тору наизусть? Окей. Кто из вас знает, что такое Тора? Остальные не знаете, да? Так вот, Тора – это пяти книжек Моисея, которые вы с Михаилом сейчас, я насколько понимаю, разбирайте потихонечку. Это первые пять книг Библии. Называется Тора. Тора. Эту песню вы тоже не знаете, но ничего. Но кто-то знает. Вот. Он спрашивал и знал, о чем он спрашивал. Какая наибольшая заповедь в законе? Учитель. И Иисус ответил ему следующим образом. Посмотрите, он не стал цитировать ему исход 20 главу, где с 3 по примерно 11 стих говорится о заповеди, которые имеют отношение к Богу. Он сказал ему очень просто. Он сказал, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоим, всей разумением твоим, всей крепостью твоей. Это наибольшая заповедь, да? Вторая подобная ей, какая? Возлюби ближнего своего, как самого себя. Вы прекрасно знаете, что Иисус, Он как бы сублимировал вот эти 10 заповедей в две. Он их взял, квинтэссенцию из этого. То есть первые 4 заповеди Ветхого Завета, это исход 20 глава, о чем они говорят? Об отношении человека к Богу. Остальные 6 говорят об отношении человека к человеку. Вот почему-то 6 заповедей Бог нам оставил, чтобы мы друг к другу нормально относились. Видимо, настолько мы испорчены, что нам понадобилось 6 заповедей. Но 4 Он оставил на Себя. Так вот, Иисус, Он взял эти 10 заповедей и объединил в две. Итак, первая заповедь Нового Завета, это поклонение. Почему я говорю поклонение? Потому что слово «возлюби», оно подразумевает отношение, друзья. Да? Отношение. То есть я не могу любить без отношения. То есть любовь – это отношение прежде всего. Первая заповедь Нового Завета – это поклонение. И первая заповедь Ветхого Завета – это что? Поклонение. Вы можете это посмотреть в исходе 20 глава, с 3 по 11 стихи. «Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя никаких других богов пред лицом моим». Вот Бога это так волновало, заботило. Ну, если хотите, тревожило, хотя Он не переживает и не тревожится. Он за нас, наверное, переживает и тревожится, как Отец, да? Вот. Он это очень четко сказал. И это записано в Евангелии, и это записано в Ветхом Завете. И в Старом и в Новом Заветах это записано. И когда книжник, я еще раз повторюсь, задавал этот вопрос Иисусу, он очень четко понимал, о чем идет речь. Но при этом он был далек вообще от истинного поклонения. То есть, несмотря на то, что эти ребята – фарисеи, книжники, они знали Тору наизусть, они знали все аспекты поклонения. Там была куча равнистических школ. То есть, они исследовали Писание справа налево, слева направо. То есть, они были знатоки в слове, в букве. Они знали, о чем идет речь. Они знали, когда нужно приносить какие жертвы, кто их должен делать, как все должно происходить в храмовом богослужении. Они знали все. Они были профессионалами своего дела. Книжники и фарисеи. Но при этом, книжник был далек от Бога. Он был далек. Странная вещь, да? Странно говорить об этом, потому что он спрашивает, учитель, какая наибольшая заповедь? И сам Яхве отвечает ему, да? Сам Яхве. Вот я себя на его место ставлю, думаю, как бы я отреагировал на Иисуса? Как бы мы с вами отреагировали на Иисуса Христа? Вот пришел бы вот такой человек и начал говорить такие вот интересные вещи. Он полностью ломал религиозное мировоззрение людей. Полностью. Все, во что они верили, это сыпалось, как карточный домик. В принципе, они за это его и ненавидели, и за это они его и убили. Вот. И он был далек от истинного поклонения. Он поступал, как написано в Исаии 29.13. «Люди си и чтут меня своими устами, сердце же их стоит далеко от меня». То есть, посмотрите, о чем говорит Исаия. Он говорит, ты можешь совершать действие поклонения, прославления. А пение – это то, к чему нас Библия призывает. Правильно? Там очень много раз, больше, несколько сотен раз там поется «Пойте, пойте, пойте, пойте». По-моему, больше двухсот. Более двухсот раз. То есть, можно совершать действие поклонения. Можно плясать. Можно... Плясать, кстати, не помешает иногда. Ободряет, братья и сестры. Вот. Можно провозглашать, можно склоняться, можно петь, можно хлопать, можно руки поднимать, но при этом наше сердце может быть за тысячу миль от Бога. Наше сердце может быть абсолютно, абсолютно, абсолютно пустым. И именно эту ситуацию описывает Исаия. Именно это Бог больше всего не любит. Ведь, когда мы что-то делаем, но этого нет внутри, как это называется? Скажите мне, одним... Лицемерие, правильно. Лицемерие. И почему Иисус так часто упрекал фарисеев? В чем Он их упрекал прежде всего? В лицемерии. В лицемерии. Вы заставляете людей делать то и то, и то, и то, а сами вы не хотите даже пальцем двинуть. Да? Каково же истинное поклонение? В чем оно заключается? Истинное поклонение. Иисус это очень четко провозгласил на горе Горизим. Кто это помнит? Кто помнит, где это описано? Гора Горизим. Иисус встречается с... С Самарянкой. Самарянка. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 23-24 стих. Вы должны эти места наизусть знать, братья и сестры, где написано, Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и в истине, ибо таковых поклонников Отец ищет. Ну, давайте скажем все вместе это местописание. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и в истине, ибо таковых поклонников Отец ищет себе. Иисус вот таким образом описал истинное поклонение. Вы помните диалог Иисуса с Самарянкой? О чем они разговаривали? Самарянку очень удивило, что он, будучи иудеей, общается с ней, с Самарянкой, с женщиной, и просит ее о чем-то. Ведь иудеи с Самарянами не общаются. Второе, что ее сильно удивило, это факт того, что он полностью определил и рассказал, чем она живет, эта женщина. Это ее очень сильно оживило. И тут, знаете, она из своего, как бы она была в одной одежде, и тут накинула на себя сразу другую одежду. Ах, ты верующий? Я вижу, что ты пророк. То есть она сразу стала набожной. Я вот иногда на людей смотрю, думаю, вот, а, ты верующий? А я тоже верующий. И вот смотришь на жизнь человека, и думаешь, и он себя верующим называет, и верующим себя считает. Особенно меня умиляет, когда христиане постят разные там, там, высказывания актеров, там, об Иисусе, или говорят, вот такой-то, такой-то обратился, и стал христианином. Откуда мы знаем, обратился он или нет? Откуда мы знаем, верующий он вообще или нет? И вот эта женщина, она вдруг сразу надела на себя религиозные одежды, и она стала рассказывать, в принципе, то же самое, что говорил книжник. То есть, ну, книжник говорил то, чему он научен, а эта женщина говорила то, чему она научена, да? Что она сказала? Ну, знаете, отцы наши поклонялись вообще-то на этой горе. И Иисус, что он ответил? Он сказал, настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники, они будут поклоняться и не на Горесии, и не в Иерусалиме, но истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе, в духе и в истине. Вот таким образом Иисус определил истинное поклонение, поклонение в духе и в истине. Что же это такое? Это не просто исполнение обрядов, это не просто некое храмовое богослужение, это не просто исполнение литургии, это не просто какие-то действия, которые мы делаем в отношении Бога. Это когда наш дух, человеческий дух, соединяется с духом Божьим. Соединяется с духом Божьим. И через это происходит общение с духом Святым. И плодом, плодом этого соприкосновения является общение, близость, близость. Это так просто, да ведь? Наш дух соединяется с его духом, и мы с ним общаемся. Мы сидим с ним за одним столом, едим хлеб, который он нам дает, пьем вино, который он нам наливает. Мы можем буквально в молитве, в Духе Святом все это переживать и ощущать, друзья. Мы можем видеть глазами своего сердца Иисуса Христа. Как это делал Давид, друзья? Мы можем это, мы способны на это. Вы знаете, я немножко отвлекусь, я тут вот недавно рассуждал, вспомнил фразу, которую Давид сказал, «Всегда я видел пред собою Господа, ибо Он одесной меня, не поколеблюсь». Думаю, о, как интересно. Думаю, может, это метафора какая-то, да? Может, это какое-то преувеличение, то есть гипербола, может быть, какая-то. Ну, вот сказанул ради такого красного словца, чтобы в скине Давидовой, там, певцы, они спели получше как-то так вот. «Всегда я видел пред собою Господа, ибо на десну и меня не поколеблюсь я». Ну, так хорошо звучит, да ведь? Но, глядя на жизнь Давида, мне кажется, что он не всегда четко видел пред собой Господа. Так ведь? Согласитесь? Но, я не знаю, в какой период времени были написаны эти слова, может быть, после всех его перепятий с Версавией, после всех его перепятий там, с Сури Хитияниным, с исчислением народа Божьего и так далее и тому подобное, да? Может быть, он позже сказал эти слова, но я вижу, что Давид, он как будто бы не всегда видел пред собой Господа. Были такие моменты, которые он совершал, если ты смотришь на Иисуса, их сделать просто невозможно. О чем это мне говорит? Иногда мы отвращаем наш взгляд от Бога. Так? Иногда наши глаза, они удаляются на разные посторонние вещи, ведь он где-то там далеко, а мы здесь на земле, он там, хотя он сказал, я близко каждому из вас, я живу в вашем сердце, и нам даже не нужно вовне куда-то взывать, нам нужно просто на глубину пойти, просто пойти вглубь, углубиться, как говорил первый советский президент, углубиться. пойти на глубину, обратиться вовнутрь, в святилище нашего сердца, он именно там находится, друзья, если ты рожден свыше, он там находится, он живет там, царство Божие внутри нас, праведность, мир и радость в духе святом, и даже если смятение в твоей жизни, он там, чтобы спасать тебя, он там, чтобы держать тебя за руку, слава Богу, слава Богу. Я, знаете, сразу увидел аналогию в Новом Завете, где Павел говорит, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся, как от Господня Духа, из веры в веру, и силы в силу, и славы в славу, да? Помните, 2 Коринфянам, если не ошибаюсь, 3,18, если я не ошибаюсь, можете проверить меня. Павел тоже говорит, мы можем видеть Божью славу, мы можем созерцать ее, мы можем наблюдать ее, мы можем восхищаться этой славой, пусть сквозь мутное стекло гадательно, как бы так, ну, Бог иногда бережет ведь нас, друзья, мы молимся, Бог, покажи нам твою славу, мы не понимаем, о чем мы молимся, мы не до конца понимаем, о чем мы молимся, друзья. Мы можем видеть его, мы можем созерцать, любоваться им. Давид об этом пишет, кстати, в 26-м псалме, он сказал, желание, одно мое желание, желание сердца моего, приходить в твой дом, приходить в твой храм и созерцать твою что? Красоту. Бог прекрасен, Бог красив. Так ведь? Но иногда мы, как бы на удалении от Него находимся. Вот вы мне зададите вопрос, ну, как же так? Вот я, мне кажется, что Бог, Он как-то далековато от меня. Вот кому-то, Он кажется, что близко, а от меня, мне кажется, далековато. Смотрите, я приведу вам такой пример. Вы все знаете такой портрет Леонарда да Винчи, Джоконда, да? Знаете, да? Она висит в Лувре. И в Лувре там постоянно очередь вокруг этой картины. Вот, и нужно быть таким, ну, наверное, каким-то боевым, чтобы к этой картине пробиться. Вот я нахожусь здесь в Екатеринбурге, я Джоконду никогда не видел. И мне до этой Джоконды все равно, в принципе. Что это за Джоконда? Но я могу увидеть ее портрет, и у меня возникнуть может мысль, дай-ка я съезжу в Лувр и посмотрю, что же это за чудо такое. Потому что для меня это не представляет никакого интереса, так ведь? Но я куплю билет, заплачу, там сколько, 55 евро за шиненскую визу, сяду в самолет и полечу в Лувр. Это я пророчествую, что ли? Вместе с вами полетим в Париж. Я приду в этот Лувр, куплю билет и приду туда, там будет куча китайцев, почему-то мне кажется, китайцев, вот, их много, потому что по всей земле. Они будут стоять перед Джокондой и говорить, что на тяго 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 тяго, и смотреть на нее, им не будет никакого дела. И где-то я со своим стульчиком встану сверху, Я говорю, дайте мне посмотреть на это. И вдруг я увижу то, что видят тысячи и миллионы. И меня это поразит. И этот образ будет внутри меня. И я скажу, я хочу это видеть всегда. Я вот никогда не понимал страсти коллекционеров. Они покупают картину, садятся перед ней и смотрят. Они сидят и смотрят. Вы знаете, когда ты заплатил цену и ты увидел что-то настоящее, это потом тебя не отпускает. Так ведь? Это тебя настолько сильно зацепило, что тебя это не отпускает. Так же за Иисусом. Если Он вас зацепил, Он вас не отпустит, друзья. Другое дело, если Он вас еще не зацепил. Я молюсь, чтобы Он зацепил вас. Я со всей искренностью и страстью молюсь, чтобы Он зацепил свою церковь, зацепил свой народ. Не учение получается, проповедь. Ну, давайте мы вернемся в лоно нашего учения. В лоно учения. Итак, Иисус сказал, что истинное поклонение не имеет отношения к месту или обряду. Но это когда дух человека соединяется с Духом Бога и через это рождается плод отношений. Я все-таки вам расскажу свое свидетельство. Я помню, когда я уверовал в 1992 году. Я покаялся в 1992 году. В июле месяце я принял водное крещение. Вот. И честно вам скажу, я был такой верующий-неверующий. Вот одна нога здесь, другая там. Одна нога в Царстве Божьем, другая нога в миру. Вот. Как Карл Густав тот же говорил, говорит, если будешь так ходить, то ноги порвет. Будешь ходить с разорванными ногами. Вот. Я этого не боялся, я об этом еще не знал. Я ходил и в церковь. И после церкви я шел в кафе или на танцы. Вот. Ну, вот такая жизнь была. Но в 1993 году, в сентябре месяце Господь пришел, ну, в буквальном смысле, в мою жизнь. Он просто наполнил мою жизнь настолько сильно и настолько могущественно, что, знаете, после этого мне не нужно было объяснять, что Он есть, что Он существует. Я просто знал, да, Он есть. Он существует. Я просто понял очень много о Его любви. Его любовь, она настолько сильно сокрушила мое сердце, настолько сильно пленила меня, что я сказал, я этого хочу каждый день. Я готов делать все ради того, чтобы быть с этой любовью, чтобы пребывать в этой любви. И вот с тех пор я стараюсь это делать. Иногда хорошо, иногда плохо, иногда вообще неудовлетворительно. Иногда вообще классно. Но я понял одно. Я без этого уже не смогу никогда. Никогда. И у меня появилось это желание, которое было в сердце Давида. Я хочу созерцать твою красоту. Я хочу наполняться этим. Во мне пробудился голод, страсть, жажда. Видите, знаете Иисуса Христа. Потому что это самая удивительная личность на всем белом свете. И для меня Он реальнее, чем все существующее. И для большинства из вас тоже. Если вы только вырождены от Бога, это правда. Многие друзья мне сказали, Ивановством занимался, йогой, водой обливался, соседей смешил. Теперь в религию вдарился, в Иисуса уверовал. Сказал, да, слава Богу. Интересно было, что эти слова, они как будто бы... Они меня не трогали, они меня вообще не касались. Я не хотел пить, я не хотел курить, я не хотел прелюбодействовать, я не хотел материться. Я ничего не хотел. Я хотел быть с Иисусом. Все. И с тех пор так оно и есть. Слава Богу. Вторая вещь, азбучная вещь. У нас возникает вопрос, а как стать таким поклонником? Как быть? Вы меня притормаживаете хорошо по времени. Ладно, когда будет все, вы мне скажите все. Ладно? Потому что у проповедника главное вовремя микрофон-то брать. Как стать поклонником? Давайте мы поговорим на этот счет. Знаете, я уже говорил это выражение, которое принадлежит Августину из Гиппона, одному из отцов церкви. Он сказал такую фразу, ты вложил соль в наши уста, чтобы мы испытывали жажду по тебе. Классно сказано, да? Ты вложил соль в наши уста, чтобы мы испытывали жажду по тебе. Когда поешь солененькой рыбки, так хочется пить. Я вообще соленую рыбу не очень. Но все те, кто ест соленую рыбу, вы знаете, как вам хочется пить после этого. Так ведь? Поел селедочки с картошкой и воду потом наворачиваешь, наворачиваешь. О, хорошо как. Почему? Потому что соль она иссушает, она приводит к жажде. Она делает наш организм жаждущим. Бог производит нас жажду. Я помню, когда наш среди сын родился, у него в кишечной флоре чего-то там не хватало. Ну, что-то не было там, отсутствовало. Галя лучше знает. И из-за того, что там что-то отсутствовало, что должно переваривать пищу, у него этот процесс происходил мгновенно. Он только поел, и сразу процесс метаболизма происходит мгновенно. Из-за этого он ел каждые 15-20 минут. И первые полгода, ну, Галя в основном, она вообще не спала. Просто не спала. Потому что ребенок постоянно хотел кушать. И вот он только поел, блаженство появилось на его лице. Ну, все произошло, что должно произойти, да? Вы понимаете, да? Взрослые, да поймут. Многодетные семьи, да поймут, о чем я говорю. А те, кто еще не замужем и не женат, да будут наставлены, что вас все это ожидает. Слава Богу, за мам, за стойких мам. Я не знаю, откуда у женщин силы берутся просто. Вот. Но Бог им дает благодать. И когда он поел, он такой счастливый. И мы думаем, вот это блаженное молчание. Но ты прекрасно знаешь, ты уже в состоянии готовности и напряжения, что минут через 15 снова сработает. Снова что-то случится. И что происходит? Он начинает орать. Он говорит, давай есть. Он объясниться не может, но мы точно знаем, что ему нужно. Вот так же и мы с вами. Мы с Богом, мы объясниться не можем. Почему мы на иных языках молимся? Почему-то некоторые не молятся, я удивляюсь. Вы же толком объяснить не можете, что с вами происходит. Молитесь на иных языках. Все, понял. Имама бежит с материнской грудью. И все. Бог, Эль-Шадай, Бог материнской груди. Многогрудый Бог. Готов нас обеспечивать всем необходимым. Всем, что нам нужно. Если в нашем сердце есть жажда. А что вы смеетесь? Эль-Шадай переводится как многогрудый. Бог материнской груди. И к этой груди нам так всем нужно припасть, друзья. Не умирать от голода. Не умирать от жажды. А пойти к многогрудому. И насытиться его небесными витаминами. Минералами. Там есть все необходимое. Как в материнском молоке есть все необходимое. В его молоке. Молоке Слова Божьего. Есть все необходимое для нашей жизни и благочестия. Все, что нам нужно, друзья. Аминь. Слава Господу. Итак, жажда. Это ключевой момент. И я вам еще хочу сказать одну вещь. Это то, что он в нас и производит. Вы знаете, сами по себе мы не можем жаждать. Но не можем. Не можем. Мы так устроены. Мы готовы делать разные другие вещи. Я вот иногда люблю заниматься ничего не деланием. У вас есть такое вот? Мне так нравится заниматься ничего не деланием. Чтобы... И если ты вдруг один дома еще оказался. Такое случалось, наверное, один раз за последние, может быть, несколько лет. Один раз я вдруг осознал. Я один дома. Можно фильм снимать. Папа, один дома. Да, Алексей. У тебя такое случается? Ну, он показывает тоже не часто. Вот. И ты думаешь, как классно. Я буду заниматься ничего не деланием. Мы склонны к этому. К лени. К бестолковому времяпровождению. Но иногда, друзья, некоторым, некоторым нужно позаниматься ничего не деланием. Некоторым трудоголиком. Вот. А некоторым это противопоказано. И он пробуждает нас в жажду. Он помещает соль в наши уста. Он помещает нас в какие-то сложные, трудные обстоятельства. Для чего? Для того, чтобы мы начали жаждать, друзья. Для того, чтобы мы начали искать его лица, взывать ему. Поэтому благодарите Бога за тесные обстоятельства. А? Скажите, как благодарить Бога за тесные обстоятельства? Слава Богу! Чем выше уровень искушений, тем выше уровень твоего призвания. Слава Господу! Он производит нас в жажду. И знаете, давай, откройте, пожалуйста, числом 21-17. Есть одно очень интересное место Священного Писания, которое я для себя просто открыл. Я никогда на него внимания не обращал. Числа 21-17. Это Ветхий Завет. Это Тора. Да. Тогда воспел Израиль песню сию. Наполняйся, колодец, пойте ему. Такое смешное местописание. Потому что, ну, странновато петь колодцу, правильно? Представьте себе многомиллионную толпу людей, которые стоят у колодца и начинают ему петь песни. Колодец, колодец, дай воды напиться, колодец, колодец. Там, что там, как там? Дай воды глоток. Вот. Но я не знаю, как это на иврите звучит. Вот. И они начали петь эту песню. Израиль песней, наполняйся, колодец, пойте песни ему. Когда это произошло? В какой момент их жизни? Они шли где? В пустыне. А в пустыне что происходит? Жажда. И вот они пришли к какому-то месту. А водички там нет. Они начали роптать на Моисея. Моисей, дай нам воды. А он сказал, вот, вот тут вот колодец виртуальный. Представьте себе его. И начинайте ему петь. И знаете что? Они начали ему петь, этому колодцу. И что произошло? Колодец дал им воду. Я вам хочу сказать, Бог, это неисчерпаемый колодец. Которого ты не видишь. Которого ты, может быть, но он далеко может быть от тебя. Но из этого колодца ты можешь напиться. Ты можешь насытиться из этого колодца. Слава Богу. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна в седьмой главе, в седьмой главе, в тридцать восьмом стихе. Всякий, кто жаждет, иди ко мне. И что? Пей. И у того, как сказано в Писании, из чрева потечет что? Ни речка, ни ручейка. Реки воды живой. О, пьяничей, Елена, вместе взятые. Захватывай Колыму, Волгу и О, с Камой. Какие еще у нас реки есть? Ака, еще Аку тоже. Это такая полноводная река, друзья. И вот то, что нам нужно сделать, нам нужно просто прийти к этому колодцу и попить. Исайя 55 говорит, идите все, покупайте бесплатно, все жаждущие, придите и покупайте бесплатно вино и молоко. Такой парадокс, да? Покупайте бесплатно. Как так? Но цена-то все равно есть. Тебе нужно прийти. Тебе нужно прийти. Прийти. И напиться из его колодца. Как напиться из этого колодца? Да пойте ему. Пойте ему новую песнь. Пойте ему из своего сердца. Взывайте к нему. И он обязательно наполнит жаждущее сердце. Обязательно наполнит иссохшую почву. Обязательно. Она к этому приспособлена, приготовлена. Зачем лить на мокрое? Надо лить на иссохшее. И мне такое ощущение, что некоторые из вас в таком состоянии находятся сегодня. И я вас призываю, придите к колодцу. Напейтесь из него. Сколько времени? Скажите, пожалуйста. Хорошо. Чтобы стать поклонником, скажу вам просто. Нужно начать поклоняться. Нужно начать поклоняться. Нужно создавать условия для встречи с Богом. Вот так же, как вы создавали, например, я к братьям обращаюсь, условия для встречи с вашей возлюбленной девушкой. Ну, что вы там делали? Цветы покупали, да? Ноги мыли. Дезодорантом начали пользоваться. Ну, все мы были юношами, и все мы прекрасно понимаем, о чем идет речь. Но когда ты стал ухаживать за девушкой, ты понял, что все это тебе только помешает. Все это не нужно. Ненужные запахи. Ненужная щетина. Ты приводишь себя в порядок, так ведь? Ты готовишься для встречи. То же самое делаем и мы для встречи с Богом. Мы готовим условия. Мы закрываем за собой дверь. Мы остаемся в четырех стенах. И Бог, видящий тайное, что делает? Воздает нам явно. 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 Слава Богу. Я в этой связи хочу... Ну, давайте мы это опустим. Мы это опустим сейчас. Давайте мы теперь перейдем к следующему моменту. Мы с вами посмотрим на семь еврейских слов, которые означают поклонение и хвалу. Из них мы разберем только три. Поскольку у нас 20 минут. Мы разберем только три. И в конце вернемся к нашему видению, о котором мы с вами говорили. Итак, семь еврейских слов, которые означают хвалу. Можно их параллельно печатать, чтобы люди могли записывать. Первое слово – то да. Второе слово – я да. То да. Я да. Маргарита, ты успеваешь за мной? Нет? Ну и слава Богу. Хорошо, запоминайте сами. То да, я да. Третье слово – барак. Но не лагерный барак. Слово – шабак. Слово – халал. И слово – тихила. Замар. Да, простите, я пропустил замар. Вот подсказывают мне знатоки иврита. Замар и халал. Мы с вами поговорим о трех из них. Мы поговорим о тода, замар, халал и тихила. О четырех. О четырех. Что такое тода? Вообще тода – это означает поднятие рук к Богу. Поднятие рук к Богу. И это место, это слово используется в Псалме 49, 23. 49-й Псалом, 23 стих. Кто приносит жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Кто приносит жертву, то дах, здесь сказано на еврите, то дах. У нас везде слово хвалите, это одно и то же слово. У евреев это разные слова, которые имеют разные оттенки. И разный смысл в это вкладывается. Понимаете меня, да? Кто приносит жертву, то дах, тот чтит меня. Тому я приду и... Тот, кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Что же такое тадах? Ну тут из контекста видно, что это такое. Что это? Молчит первый ряд. Кто приносит в жертву тадах? Это жертва, друзья. Тадах – это жертва. Это жертва. Поднять руки к Богу нам всегда чего-то стоит. Так ведь или нет? Вы помните историю, как руки Моисея опускались? Ему понадобились два человека, чтобы они держали его руки. И тогда они одержали победу в битве. Есть у нас такое выражение расхожее. Ну все, руки мои опустились. Да? Случалось с вами, что ваши руки опустились? Да? Когда вам не то, что петь и славить неохота, вам никого видеть не хочется. Так вот, Писание говорит. Вот когда все такое произошло с твоей жизнью, принеси Ему жертву хвалы, принеси Ему тадах. Подними свои руки. Подними свои руки сейчас. Подними. Мы сделали с вами тадах. Мы славим Бога. Аминь. Вы знаете, крылья херувимов, они были распростерты над ковчегом. И прямо над этими крыльями сияла Божья слава. Шикарно. Когда мы поднимаем свои руки к Богу, мы приносим в жертву хвалу, Его слава приходит. Его слава приходит. Его ответ приходит в нашу жизнь. Хвала это зачастую то, что нам чего-то стоит. Это всегда нам чего-то стоит. Так ведь? Это стоит нашего времени, наших усилий. Может быть, мы чувствуем себя плохо. Но мы все равно поднимаем свои руки и говорим, Господь, я чту тебя, я прославляю тебя, несмотря ни на что. И это тадах, друзья. Это то, что мы должны с вами делать каждое богослужение, не ожидая извне какого-то посыла. Я вообще мечтаю о том, чтобы вот уровень хвалы в зале, он был, ну, не меньше, а может быть и больше, чем то, что происходит на сцене. Чтобы оттуда исходил импульс. Ну, давайте, славьте Господа, мы пойдем за вами. Куда вы нас там поведете? Мы готовы. Да, пускай нас метет. Мы готовы уйти со сцены. Мы готовы упуститься вниз. Славьте Бога. Славьте Его. Превозносите Его. Итак, это слово туда. Слово халал. Буквально оно переводится следующим образом. Хвалить, славить, восхвалять, прославлять, делать глупым, дурачить, насмехаться, быть восхваленным, быть похвальным, глупый, безумный, сиять, излучать свет, светиться, хвастать. Вот такие слова. Видите, разные слова, которые обозначают слово халал. Поэтому, когда вы в 150-м псалме читаете, халилуя, мы с вами немножко неправильно это слово произносим. Халилуя – это все то, что я прочитал только что. Это то, что я только что прочитал. Я хочу хвастать своим Господом. Я хочу приносить Ему халал. Посмотрите, какой мой Бог. Посмотрите, что Он сделал в моей жизни. Посмотрите, кем Он является. Это халал, друзья. И это тоже то, что мы должны с вами делать в собрании. А? Халал. Вообще, это слово «аллилуйя» состоит из двух слов, из двух корней. Это непосредственно халал и второе слово «яхвы». Если соединить их вместе, это быть радостным, шумным, хвастливым ради Еговы, ради Яхвы, ради Бога. Поэтому, если в следующий раз услышите «аллилуйя», вы должны, соответственно, отреагировать. Вы знаете, мы иногда чувствуем себя во время прославления как связанными. Вот бывает у вас такое. Вы чувствуете себя как будто вас обмотали скотчем. Вот мне отсюда это очень хорошо видно. Церковь обмотанную скотчем. Это мне напоминает одну историю новозаветнюю. Из Евангелия от Иоанна, 11 глава, где говорится о воскрешении Лазаря. Помните эту историю, да? Иисус сказал ему, «Лазарь, выйди вон! Лазарь воскрес из мертвых!» Но потом, что Иисус сказал? «Снимите с него пелены. Размотайте его! Вот иногда такой, чтобы церковь размотала вообще. Размотала так, что мы сами удивились себе. И это был я? Мы чувствуем себя, да, мы рождены свыше, мы воскресли со Христом, но мы чувствуем себя связанными вот эти проблемы, эти трудности, болезни, еще что-то. Иисус хочет снять с нас эти пелены, друзья, хочет снять с нас это, снять это. Чтобы мы были свободными, аминь, радостными и бодрыми. Слава Господу! Слава Господу! Аминь! Следующее слово, это слово «Замар». Псалом 146, 7. Пойте поочередно словословие Господу, пойте Богу нашему на гуслях. Что такое «Замар»? Это петь Господу на своем инструменте. Ларис, ты можешь выйти и спеть нам на своем инструменте? Посмотрите, сейчас Лариса выйдет и сделает нам «Замар». Она будет петь новую песню из своего сердца прямо к Господу. Я думаю, что это коснется нас. Давайте сделаем это. Сыграй нам, Лариса, Замар. Сыграй нам, Лариса, Замар. Видите, она играет из своего сердца. Она играет Божий мир сейчас. Я правильно тебя понял? Она играет Божий мир. И когда она играет Божий мир, этот Божий мир на нас сходит с вами. И когда гуслист играет, Елисей что начинает делать? Начинает пророчествовать. Слава Богу! Слава Богу! Это был «Замар» из сердца. Давайте поблагодарим Ларису. Это просто. И я мечтаю, чтобы музыканты, они играли «Замар». Они пели Господу на своем инструменте. Буквально не играли, а пели. Пели. Мне очень много хочется вам сказать, но я вот так вот по вершкам, галопам, по Европам лечу. Следующее слово. Это слово «техила». Вообще слово «техила», оно объединяет все остальные шесть слов. Оно является ключевым и самым важным. Если это наиболее любимый вид хвалы у Бога. Наиболее любимый. Бог любит это больше всего. И если что-то Бог любит больше всего, мы будем это делать. Так ведь? Мы будем это делать. Псалом 21.4 говорит, «Но ты, святый, живешь среди словословий техила». Среди словословий техила. Израиля. Буквальный перевод этого стиха звучит следующим образом. «Но ты, святый, яшат, сидишь, буквально сидишь на техиле своего народа». Вот так это переводится. «Но ты, святый, сидишь на словословии, на техиле своего народа». Посмотрите, Бог буквально сидит на этой хвале. То есть, помните, мы пели песню с вами. «Хвалой мы строим тебе престол, о Господь, восядь на нем». Это правда, друзья. Когда мы поем новую песнь, Бог буквально садится на той хвале, которую мы Ему поем. Я не знаю, как это происходит, не спрашивайте меня. Но это происходит. Как это может произойти? Нам просто здесь, на земле, нужно прийти в согласие с Его сердцем. В согласие с тем, что там, на небесах происходит. И когда возникает это согласие, есть греческое слово симфонео, симфония, да, согласие. Когда у нас есть согласие с Богом, мы поем Ему новую песню из нашего сердца. Он приходит, и как царь садится на престоле славы, на престоле хвалы. И как царь начинает управлять, начинает править, начинает протягивать свой скипетр к людям. Он начинает обадривать нас, он исцеляет нас, он восстанавливает нас. Это должно быть обычным делом во время прославления, друзья. Когда такие вещи происходят, когда мы, как народ Божий, поем новую песнь. Новое, что-то новое, несочиненное, непридуманное. То, что льется и рождается здесь и прямо сейчас. Я хочу, чтобы мы спели с вами новую песню сейчас. Вы не против? Нет? Вы знаете, как ее петь? Вы сами себе композитор. Я не буду говорить вам, какие нужно петь слова. Вы знаете, что нужно петь Ему. У вас есть, что сказать Иисусу? Есть? Давайте закроем наши глаза и возвысим наши голоса к Богу. И будем петь Ему новую песню. Вы можете петь в духе. Вы можете петь своими словами. Но, пожалуйста, пойте. Хорошо? Не смотрите на меня, пожалуйста. Не смотрите в свои телефоны. Смотрите на Иисуса сейчас. Возвышайте свой голос. Пойте Ему в Духе Святом. Не шепчите, а именно пойте Ему, пойте Ему, пойте Ему. Воспламени наши сердца, Дух Святой. Дай петь Твоей церкви новую песню. Дай нам прийти в согласие с Твоим сердцем, Иисус. Возвышайте свой голос. Пойте Ему, пойте Святой Ему. Пойте Ему, пойте. 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 Аллилуйя, Аллилуйя Господь, мы можем переживать Твою близость, мы можем переживать Твой мир, когда мы поем Тебе новую песню, мы можем переживать Твое присутствие, Иисус. Спасибо Тебе, спасибо Тебе, Аллилуйя. Вы чувствуете Его присутствие? Это было просто или нет, или сложно? Кто пел, тот понимает, что это просто. Но все, что вам нужно сделать, вам нужно начать петь, друзья. Так же, как ученики, они начали говорить на иных языках, их никто не заставлял это делать, они начали это делать верой. Вам нужно верой начать славить Бога, друзья. Верой начать славить Его, петь Ему, восклицать перед Ним, ликовать перед Ним, любить Его, поклоняться, склонять свои колени. Да? Аминь. Вся наша беда в том, что мы, внутри у нас есть бунтарская натура, мы бунтуем. Мы как дети ведем себя, нам говорят, сделай так. Мы говорим, нет, не буду. Но если ты не будешь, ты останешься бесплодным. Понимаете, я могу хоть сколько здесь распинаться перед вами. Это, знаете, в Иезекииле есть такое место, в Священном Писании. Я для них, как певец, со сладким голосом, они слушают то, что я говорю, но не исполняют. Грош цена тому, что звучит со сцены, если мы не берем это себе для исполнения. Найвысшая форма поклонения – это послушание, друзья. И одна из наших проблем, одна из наших бед, почему мы находимся в некоторых обстоятельствах затрудненных, потому что мы не послушаем. Потому что мы просто не послушаем. Вот так. Но когда мы смиряемся перед Его Словом, смиряемся перед Ним, приходит благодать, приходит ответ. Это было так просто. Дай нам Бог не пройти мимо этого. Аминь. И сколько времени? Все, да, уже конец. Ну что ж, давайте вернемся к нашему видению. Можно еще раз спроецировать его, Маргарита? Армия поклонников, поющая новую песнь, помогающая людям переживать Божье присутствие, приводящая славу Божью с небес на землю. В книге Откровения в 4 главе есть удивительное описание того, что происходит на небесах. Если вы не читали, прочтите, пожалуйста, там показан тронный зал и то, что происходит в тронном зале. Может быть, кому-то из вас непонятно книга Откровений, но это ничего, потому что Иоанн сказал, блажен читающий и слушающий слова пророчества книги сей. То есть счастлив тот, кто читает и слушает то, что там написано. И когда вы будете читать книгу Откровения, я даю вам задание, прочтите это дома, вы увидите, как множество народа, как 24 старца, как небесные создания поклоняются Богу, славят Его на стеклянном море, как они превозносят Его. И знаете, что значит принести волю Божью, славу Божию с небес на землю? То, что есть там, мы хотим, чтобы это было здесь. Было здесь. Мы молимся в молитве Господней. Господи, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Что на небе происходит? Там постоянно славят Бога. Там постоянно возвеличивают Его. В данный момент, я не знаю, там все вне времени, но там постоянно хвала, постоянно, я не знаю, как это, мы узнаем с вами. Мы можем видеть только сквозь тусклое стекло гадательно, очень приблизительно. Но я вам говорю, гарантирую, что нам понравится. Но тренироваться мы можем здесь. Тренироваться к грядущей славе, которая ожидает нас. Великая Божия слава ожидает каждого любящего и верующего Господа. Аминь. И вот мы хотим, чтобы то, что происходит там в тронном зале, было здесь на земле. Вот и все. Вот и все, друзья. Давайте помолимся. Отец, мы молимся и обращаемся к Тебе, Господь. Пусть Твоя воля будет здесь на земле, как и на небе. Дух Святой, мы просим Тебя, чтобы атмосфера тронного зала, она пришла с небес на землю, Господь. Я молюсь Тебе, Дух Святой, чтобы мы, как церковь, мы, Господь, как церковь в этом городе, Господь, могли прийти в согласие с Тобой, в это симфонео, Господь. В согласие с Твоим сердцем, Отец, с Твоими намерениями и Твоими желаниями. И чтобы то, что происходит там, оно пришлось небес на землю, Господь. Господь, чтобы мы увидели Твою славу, Иисус, увидели Твою красоту, Твое величие, Господь. Чтобы мы глазами своего сердца, ушами своего духа могли постичь Тебя, могли соприкоснуться с Тобой, Иисус. Могли, Господь, пережить поцелуи Твоих слов прямо в наше сердце. Господи, когда мы поклоняемся Тебе, когда мы любим Тебя, Иисус. Иисус, благослови нас, благослови. Пусть небо придет на землю. Пусть Твоя воля, которая на небесах, будет на земле, Отец. Пусть тронный зал опустится на землю, Господь. Во имя Иисуса Христа. И мы увидим Твою славу. Слава Тебе. Слава Тебе. Слава Тебе. Аллилуйя. Слава Тебе. 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 Слава Тебе.